Беседа еще на те же слова, имея тот же дух веры. 2 Коринфян 4.13 В предшествующее собрание, и бывшие еще прежде него мы, взяв одно изречение апостола, посвятили на объяснение его всю беседу, и сегодня опять мы хотим заняться тем же самым изречением. Это мы делаем нарочито для пользы вашей любви, а не для нашего прославления. Не для того, чтобы явиться каким-то знающим, многодумающим, но чтобы открыть вам и мудрость Павла, и возбудить усердие в вас, я берусь за слова. Глубина мудрости его становится очевиднее, когда из одного изречения о нем он нам рождает реки мыслей. Вы же, узнав, что даже из одного апостольского слова можно извлечь неизреченное богатство, любомудрие, не будете пробегать без внимания послание его, но, питаясь этой надеждою, будете стремиться исследовать с великим тщанием каждое из находящихся там изречений. Если одно изречение дало нам предметы для бесед на три дня, то какое богатство доставит нам целый отдел, обозреваемый обстоятельно? Не будем же утомляться, пока не извлечем всего. Если те, которые раскапывают золотые рудники, сколько бы оттуда не извлекали богатство, не отстают до то ли, пока не выберут всего золота, тем больше мы должны оказывать усердие и старание в исследовании божественных изречений. И мы также вырываем золото, но не чувственное, а духовное, потому что мы работаем не в земных рудниках, но в рудниках духа. Подлинно. Послание Павловы суть духовные рудники и источники. Рудники, потому что они доставляют нам богатство, драгоценнее всякого золота. Источники, потому что они никогда не исчезают, не иссякают. Но сколько черпаешь оттуда, столько же или еще более опять пребывает в них. Ясным доказательством это может служить все прошедшее время. С тех пор, как жил Павел, прошло уже до 500 лет. И во все это время множество писателей, множество учителей и толкователей много и часто черпали оттуда, но не истощили заключающегося там богатства. Это нечувственное сокровище, потому что оно и не истощается от многочисленности вырывающих его, но растет и умножается. Но что я говорю о прежних? Сколь многие будут говорить после нас, и о после тех опять другие, и однако этот богатый источник не иссякает, и этот рудник не оскудевает. Духовен он, и не с кем возник, чтобы издержаться когда-нибудь. Какое же это апостольское изречение, о котором я и недавно беседовал с вашей любовью? Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим. 298. В то время мы исследовали, для чего апостол сказал тот же дух веры, и изложили пока одну причину этого, именно ту, чтобы показать согласие Ветхого Нового Завета. Действительно, когда открывается, что один и тот же дух веры двигал устами Давида, сказавши «веровал, потому говорил» и действовал на душу Павла, то очевидно, что между пророками и апостолами есть великое сходство с родства, и необходимо следовать, что между Ветхим и Новым Заветом есть великое согласие. Впрочем, чтобы опять повторять то же самое, мы не обременили вас, теперь мы изложим и другую причину, по которой апостол сказал тот же. Мы и тогда обещали вам показать другую причину такого изречения, но будьте внимательны, потому что глубока мысль, которую я хочу сообщить любви вашей, и требует проницательного ума и самой острой души. Поэтому призываю вас тщательно следить за тем, что будет сказано. Если труд наш, то выгода ваша, или лучше, это не наш труд, а дар благодати духа. Когда же он предлагает откровение, то ни говорящие, ни слушающие не утомляются, потому что велика приятность этого откровения. Вникнемся тщательностью, потому что хотя бы вы проследили большую часть, но если проспите малую часть, то не поймете всей речи, потеряв последовательность изложения. Как незнающие пути и нуждающиеся в руководстве других, хотя бы долго шли след за ними, но если по кратковременной невнимательности потеряют путеводители, то не получают никакой пользы от прежнего следования за ним, и останавливаются, не зная куда идти. Так и следящие за говорящим, если прослушав почти все поучения, будут невнимательны только малое время, то потеряв всю последовательность речи, не в состоянии уже дойти до конца мыслей. Поэтому, чтобы и вам не потерпеть того же, слушайте с одинаковым вниманием все, что будет сказано мною, пока не дойдем до самого конца. Итак, для чего апостол сказал, имеет тот же дух веры? Он хочет показать и то, что как в Ветхом, так и в Новом Завете «Вера есть Матерь благ». Впрочем, необходимо начать речь несколько отдаленнее. Тогда эта причина будет для нас гораздо яснее. В чем же состоит эта причина? В то время, когда апостол говорил такие слова, «Великая война окружала верных, война тяжкая и непрерывная». Повсюду восставали против них целые города и народы, враждовали все властители, вооружались цари, поднималось оружие и защервялись мечи, выступали войска, вымышлялись всякого рода казни и мучения, разграбления и отнятия имуществ, ссылки, ежедневные смертные казни, пытки и темницы, огонь, железо, зверь, виселицы, колесо, пропасти, утесы. И все, что только можно придумать, употреблялось для истребления верных. Но война не остановилась на этом, потому что не только она была воздвигаема врагами, но и самая природа разделилась с собою. Отцы восставали на детей, дочери ненавидели носивших их в очреве, друзья отвращались от друзей, война мало-помалу проникла в круги родных и семейства. И было тогда великое смятение во вселенной. Как корабль, что время, когда поднимутся волны, соберутся тучи, разразятся громы, со всех сторон окружит судно мрак, взбушует море, поднимутся чудовища, нападут морские разбойники, и сами плывущие на корабле восстанут друг против друга. Не может избежать опасности, если высшая, сильная и великая десница не отразит сметение и прекратит бурю, доставит тишину плывущим. Так точно было и тогда, в начале проповеди. Не только от вне поднималась буря, но и внутри часто восставали друг против друга. Кто говорит это? Сам Павел, который пишет. Внутри брани, снаружи страхи. А это что было? Действительно так, что учителей и учеников окружали бесчисленные бедствия, и война простиралась на всех. На это я привожу опять свидетельство Павла. Вы же помните все сказанное? Чтобы узнав опасности, искушения и бесчисленные бедствия, в которых пребывали тогда верующие, вы больше благодарили и за это Бога, который рассеял все эти бедствия и даровал глубокий мир, прекратил войну и устроил великую тишину. Чтобы никто из беспечных не думал избегнуть наказания, и никто из добродетельных теперь не превозносился. Вес 119. Подлинно не все равно стоят ли мужественно среди свирепствующей со всех сторон войны и бесчисленных бедствий, или находясь теперь как бы в пристани и наслаждаясь полной безопасностью, оказывать такую же бодрость. Тогда верующие находились в положении нисколько не лучше того, как мореплаватели, колеблемые в море и застегнутые бурею, а мы теперь живем безопаснее находящихся в пристани. Поэтому не будем ни превозноситься добрыми делами, ни падать при встречающихся искушениях, ни злоупотреблять безопасностью мира для нерадения, но будем всегда трезвы и бдительны. Есть и у нас борьба с пожеланиями своей природы. На нас не восстают теперь люди, но восстают сладкие удовольствия. Не поднимается войной у властителей и цари, но поднимается гнев, честолюбие, зависть, клевета и бесчисленные душевные страсти. Будем же, освободившись от тех искушений, преодолевать эти. Я для того напомнил вам о тягостях тогдашних времен, чтобы и теперь находящийся в скорби получил от того достаточное утешение и, наслаждающийся полным спокойствием, не испытав тех опасностей, оказывал великое усердие в борьбе против непристойных помыслов, потому что все это писано нам в назидание, утешение и ободрение. Об этом необходимо теперь сказать вам и изложить великие ужасы, которые окружали тогда верных, не учителей только, но и учеников. Послушай же, что говорит Павел в послании к евреям. Вспомните первые дни, когда вы, бывшие просвещены, выдержали великий подвиг страданий. Не проходило даже краткого времени, но тотчас, с самого начала оглашения и наставления, постигали их искушения, и немедленно после крещения они подвергались опасностям. А что именно терпели они, послушаем, терпя озлобление, поношение, все оплевывали их, презирали, осмеивали, вышучивали, называли глупыми и несмысленными за то, что они, оставив отеческий образ жизни, приняли новое учение. А это не мало для поколебания души, если вера не укоренена глубоко, потому что ничто так не уязвляет душу, как позор, ничто так не терзает душу и сердце, как насмешки и злословие, многие мужи часто падали от посрамления. Говорю это теперь для того, чтобы мы твердо соблюдали веру. Если тогда, когда вся Вселенная оскорбляла верующих, они не падали, то тем более должно твердо содержать учение истины теперь, когда вся Вселенная перешла на нашу сторону. А что они не только твердо стояли среди обвинений и поношений злословия, но еще и радовались, терпя это, выслушай рядом стоящие. И разгромления имений ваших, говорит апостол, приняли с радостью. Видишь, как имущества их были отнимаемы в древности, и для всех желавших обижать, были они жертвою. Так он говорит в послании к евреям. Все салоникийцам же он опять свидетельствует подобно, и выговоры сделали подобны нам и Господу, приняв слово при многих скорбях. И эти были скорби, и не просто, но в скорбях многих сильное было искушение. Непрерывная опасность, не дававшая ни на малое время перевести дух тогдашним подвижникам. И однако, терпя это, они не досадовали и не приходили в отчаяние, а даже радовались. Откуда это видно? Из слов Павла. Потому что сказал, «Скорби многих он прибавил с радостью Духа Святого» 1 Фессалоникийцам 1.6 «Объявляя, что искушение причиняли скорбь, но причина искушений производила в них радость. Для их утешения достаточно было осознавать, что они терпели это за Христа. Поэтому в тогдашних христианах я не столько удивляюсь тому, что они терпели скорби, сколько удивляюсь тому, что они радовались, претерпевая скорби для Бога. В душе благородной и боголюбивой свойственно терпеть скорби и злострадать, но мужественно переносить искушение и благодарить того, кто попускает скорби, это знак величайшего мужества, это свойство души бодрственной и свободной, освободившейся от всего человеческого. И не здесь только, но и в другом месте. Желаю показать, сколько бедствий терпели тогда верующие от близких и с родственников, что было тяжелее всего. Апостол говорит так, 1 Фессалоникийцам 2.14, «Ибо вы, братья, сделали с подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от Иудеев». Вот и война. И при том война междоусобная, которая причиняет гораздо большую скорбь. «Если не враг поносит меня, как говорит Давид в Салон 54, 13-4, это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня, тоже, что я, друг мой, близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в дом Божий». Это происходило тогда прообразовательно, поэтому они имели нужду в великом утешении. Павел, замечая это и видя, как управляемые им страдают и подвизаются, изнуряются величием бествия и терпят скорби от непрерывных ударов различным образом, и ободряет их мысли и говорит, «Ибо не неправедно перед Богом воздать оскорбляемым вас, а вам, оскорбляемым, от рады вместе с нами». Так же говорит Господь близко, «Ни о чем не заботьтесь». И так же к евреям, «И не отлагайте дерзновения вашего, ибо терпение нужно вам еще немного, и обещавший грядущий не умедлит». Затем, укрепляя их, терпение прибавляет «Еще немного» и не умедлит. Как дитя расплакавшиеся, сетующие, ищущие матери, кто-нибудь из находящихся при нем утешает, говорит «Еще немного подожди», и мать непременно возвратится. Так и Павел, видя тогдашних верующих, сетующими, горько плачущими и желающими пришествия Христова по причине невыносимой тяжести бедствий, в утешении им говорит «Еще немного, совсем немного, и грядущий придет и не умедлит». 302. «Итак, отсюда ясно, что ученики страдали, терпели бесчисленные бедствия, и как бы агнцы, в самой середине волков, подвергались нападениям со всех сторон. А чтобы ты удостоверился, что и учителя их испытывали не меньше, но еще тягчайше страдания, потому что чем более они противодействовали врагам истины, тем более возбуждали против себя гонителей, выслушим и это от того же, кто говорил нам предыдущее». В послании к Коринфянам он так говорит, 2-е послание, 6 глава, 3-й, 5-й стихи. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкание, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя как служители Божии в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах. Под ударами, в темницах, в изгнании, в трудах и бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в духе святом, в нелицемерной любви. Видишь ли, сколько он исчислил подвигов, какое множество искушений». Далее в послании к ним он говорит, «Служители Христовы, в безумии говорю я более». Потом, желая убедить нас, что страдания за Христа гораздо блистательнее, совершение знамений, представляя доказательства своего апостольства и показывая, что он лучше их, то есть не апостолов, а уже апостолов, он заимствует доказательства своего преимущества не от чудес и знамений, но от непрерывных опасностей, и говорит так. «Христовы, служители, в безумии говорю я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях, в труде, в изнурении, часто в бдении, в голоде, в жажде, часто в посте, сужей в наготе. И кроме посторонних приключений у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Таковы черты истинного апостольства. Знамения часто совершали многие другие, которые, однако, не получили от чудес никакой пользы, но после всего этого услышали «Отойдите!» Не знаю, вас сделайте ли беззаконие. А из тех, кто может сказать о себе то, что перечислил теперь Павел, никто не услышит подобного приговора, но с великим дерзновением взойдет на небо и будет наслаждаться всеми небесными благами. Может быть, беседа наша сделала слишком длинной, но не беспокойтесь. Мы не забыли обещание, и тотчас к нему опять возвратимся. И на этом не напрасно мы помедлили, а желая большими доводами сделать предмет нашей речи более несомненным и более ясным. «И вместе ободрить скорбящие души, чтобы каждый из находящихся в искушении и опасностях вышел отсюда с достаточным утешением, узнав, что посредством страданий он делается и общником Павла, или лучше владыки ангелов, Христа, а участвующий в его страданиях здесь будет общником его славы там. «Так как мы с ним страждем, то с ним и прославимся» Римлянам 8,17. «Если с ним терпим, то с ним и воцаримся». Для верующего неизбежно терпеть скорби, потому что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. И еще, «Чадо, если ты приступаешь работать Господу, то приготовь душу твою к искушению, прав сердце твое и потерпи». Сирахов 2,1-2. «Прекрасно же скажет обетование с самого начала впадать в искушение. Велико побуждение и утешение в служении, тотчас вкусить опасности. Действительно, весьма великое и дивное, и доставляющее величайшую выгоду. Какую же именно? Выслушайте рядом стоящее». Сирахов 2,5. «Ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в горниле уничижения». Смысл этих слов следующий. Как золото, расплавляемое в огне, становится чище, так и душа, искушаемая скорбями и опасностями, делается чище и светлее и сбрасывает всю греховную нечистоту. Поэтому и Авраам сказал богатому, «Лазарь, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей». Лукаш 16,25. «И Павел в послании к Коринфянам, первое к Коринфянам, 11,30, говорит так, «Посему многие из вас больны, и немало умирает, ибо если бы судили себя, то не были бы осуждены. Судя же, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. И блудника он придал во измождение плоти, чтобы дух был спасен, показывая, что от настоящего искушения происходит спасение, и что опасности служат величайшим очищением души для тех, которые переносят их с благодарностью». Итак, мы достаточно показали, что верующие, как ученики, так и учители, испытывали скорби и терпели бесчисленные бедствия и не имели отдыха, ни на малое время, будучи окружены со всех сторон различными и разнообразными нападениями. А кто любознателен, тот может и больше сказанного прочитать об этом в Божественных Писаниях. Теперь обратимся к нашему предмету. А о чем предположено было сказать? О том, для чего Павел сказал, имея тот же дух веры. Для чего же он сказал это? Учеников смущало то, что бедствия были на опыте, а благо в ожидании, первое в действительности, а последнее в отдалении. И одно происходило, а другое ожидалось. И удивительно ли, что некоторые так чувствовали тогда, в начале проповеди, если и теперь, спустя столько времени, после того, как проповедь распространилась по всей Вселенной, после того, как получено столько доказательств этих обетований, многие так же чувствуют. Не только это смущало их, но и нечто другое, не меньше того. Что же именно? Они думали в себе, что в Ветхом Завете дела устроялись не так, но проводившие праведную и целомудренную жизнь, немедленно получали воздаяние и награды за добродетель, потому что не по воскресенье тел и не в будущей жизни, но здесь же, в настоящей жизни, исполнялись для них все обетования. Второзаконие 7.13. И возлюбит Тебя, и благословит Тебя, и размножит Тебя, и благословит плод чрева Твоего, и плод земли Твоей, и хлеб Твой, и вино Твое, и елей Твой, и рождаемое от крупного скота Твоего, и от стада овец Твоих на той земле, которой он клялся отцам Твоим, дать Тебе. Благословен Ты будешь больше всех народов. Не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у Тебя, ни в скоте Твоем, и отдалит от Тебя Господь Бог Твою всякую немощь и никаких лютых болезней египетских, которые Ты видел и которые Ты знаешь, ненавидет на Тебя, но наведет их на всех, ненавидящих Тебя. Пошлет Господь благословение Своё на житницы Твои, откроет небо и даст Тебе дождь ранний и поздний. И молодьба хлеба будет достигать у Вас собирания винограда, и собирание винограда будет достигать посев левит 26.4.5. И много других подобных Бог давал им обетований, которые все избывались для них в настоящей жизни. Кто сообразительнее, тот уже предвидит разрешение вопроса. Так как телесное здоровье, плодородие земли, многочадие и доброчадие, маститая старость, превосходное состояние времен года, благополучие, благовременные дожди, изобилие мелкого и крупного скота и все вообще блага не спасались им в настоящей жизни, и ничего не оставалось в надежде или падшествии отсюда, то верующие, представляя себе, что предки их немедленно получали все блага, а им все награды и венцы отложены до жизни будущей, и все блага обетований известны только по вере, утомлялись и ослабевали, будучи принуждены проводить всю настоящую жизнь среди искушений. Поэтому Павел, представляя это вместе с великостью, постигавших их бедствий, то есть что им Бог обещал награду за труды подшествия отсюда, а предков их вознаграждал здесь, и замечая, что от таких мыслей происходит в них многие беззаботность, хотел подкрепить их и научить, что и при отцах их дела устроялись таким же образом, и многие получали награду только верою, и для этого напомнил им пророческое изречение, сказав, имея тот же дух веры, как написано, веровал, потому говорил. Он как бы так говорит, и великий Давид, этот дивный и благородный пророк, получал воздаяние верою, а не на опыте, иначе он не сказал бы веровал и потому говорил, потому что вера есть осуществление предметов ожидаемых, но не видимых, а кто видит что-нибудь, тот, конечно, уже не ожидает. Следовательно, если он веровал, то веровал ожидаемому. Если же он веровал ожидаемому, а ожидаемое еще не видно, то он еще не получал того, чему веровал. Поэтому апостол и говорит, имеет тот же дух веры, то есть ту же веру, которая была в Ветхом Завете, имеем и мы. Поэтому и в другом месте он говорит, беседуя о тогдашних святых, скитались в милотях, козьих кожах, терпя лишения, скорби, озлобления, которых не был достоин весь мир. И далее научая, что они бедствие терпели, а наград еще и теперь не получили, он прибавляет, все они умерли с верой, не получив обещанного, но только издали видели их и радовались. Как же они видели их, скажи мне, когда они еще не осуществились, очами веры, проникающими в небо и созерцающими все там находящееся. 305. Посмотри на премудрость Бога, как Он и показал им награды издали и не дал этих наград тотчас, чтобы произвести в них большее терпение, а показал издали для того, чтобы они, питаясь этими надеждами, не чувствовали тяжести настоящих трудов. Но, может быть, кто-нибудь из более проницательных слушателей подумает, что беседа моя противоречит сама себе. Если и прежние, скажет, не получали немедленно благ и воздаяний, то для чего ты так долго распространялся, исчисляя нам благорастворение времен года, телесное здоровье, доброчадие, многочадие, благополучие, изобилие плодов, стада крупного и мелкого скота, и все вообще житейское счастье. Что же мы скажем на это? Тот, что Бог иначе руководил тогда большинство и слабейшую часть народа, а иначе мужей благородных и стремившихся к любомудре Нового Завета. Большинству, или тем, которые присмыкались с долу, не могли видеть вечь ничего великого и простирать душевные надежды к наслаждению благами будущими, он подавал эти настоящие блага, подкрепляя немощь души их, руководяя их через это к совершению добродетелей и возбуждая в них стремление к добру. А Илью, Елисея, Иеремии, Исаии и вообще всех пророков и тех, которые принадлежали к лику святых и великих мужей, он призывал к небесам, их благам, там уготованным для избранных. Поэтому и Павел не просто всех перечислил, но тех, которые скитались в милотях и козьих кожах, были в печи и темнице, убиты, побиты камнями, страдали от голода, от бедности в пустынях, в пещерах, в ущельях земли и претерпевали бесчисленные бед, потом он и сказал, что все они скончались с верою и еще не получили исполнения обетования, разумея, не весь народ иудейский, но мужей подобных Ильи. Если же кто скажет, почему эти самые мужи еще и теперь не получили следующих им венцов, тот пусть узнает причину и этого от Павла. Сказав, что все они умерли с верой, не получив исполнения обетований, он присовокупил, ибо Бог усмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Торжество, говорит, он будет общее, потому что удовольствие будет выше, когда мы все вместе увенчаемся. То же бывает и на олимпийских состязаниях. Участвующие в борьбе или в рукопашном бою, или во всех родах состязания, совершают подвиги в разные времена, но объявляются победителями все в одно мгновение времени. Так бывает и на пиршество. Когда одни из гостей опередили, а другие еще нет, то хозяева, делая честь задержанным, велят опередившим и прибывшим подождать опоздавших. Тоже сделал и Бог. Так как Он призвал отличившихся перед ним из всей вселенной и разных времен на общее духовное пиршество, то предупредившим и уже пришедшим Он повелевает ожидать имеющих прийти после, чтобы таким образом в присутствии всех вместе и честь и радость была у всех одна. Подумай, сколько чести, если Павел и подобные ему, Авраам и подобные ему, еще прежде него за столько лет подвязавшиеся и побеждавшие, сидят теперь, ожидая нашего прославления. А что Павел действительно еще не получил венца и никто другой из отличившихся пред Богом от начала и не получат, да то ли пока не соберутся все имеющие быть увенчанными до конца мира, об этой послушай самого Павла, который говорит так, второе послание к Тимофею 4, 7, 8. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовиться венец правды, который Бог, праведный судья, воздаст, когда? В день он и и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. И опять в другом месте объясняет, что наслаждение благами будет даровано всем вместе. послание вообще и вместе. Это и предупредившим доставит великую радость, когда они будут наслаждаться теми неизреченными благами вместе со своими сочленами. Так отец, участвующий в блестящей и стоящей многих издержек трапези, тогда наслаждается ей с большим весельем, когда участвует в радости и веселье со своими детьми. Так и Павел и все подобные ему будут чувствовать большую сердечную радость, когда будут наслаждаться ею вместе со своими сочленами, потому что не такую нежность отцы оказывают детям, какую имеют заботливость те о людях, совершающих одинаковые с ними добрые дела. Итак, чтобы и нам быть в числе тех, которые тогда получат почести, постараемся последовать тем святым. Но как скажут мы можем последовать им? Кто укажет нам путь, ведущий туда? Сам владыка святых, который не только научает нас последовать им, но и сделаться сожителями и сообщниками всех их. Приобретайте себе, говорит он, богатством неправедным друзей, чтобы они, когда вы обнищаете, приняли вас в вечные обители. Лукаш 16, 9. Хорошо сказал он в вечные. Здесь хотя бы у тебя был великолепный дом, он непременно разрушится, обветшавший от времени. Или лучше еще прежде разрушения его от времени, приключившаяся смерть изгонит тебя из этого великолепного жилища. И часто даже прежде смерти какие-нибудь хлопоты или нападения и замыслы клеветников заставляют выйти из него. А там не нужно опасаться ничего такого, ни тления, ни смерти, ни разрушения, ни угроз склеветников и ничего другого. Но это незыблемое и бесконечное жилище, поэтому он и назвал его вечным. Приобретайте себе друзей, говорит он, богатством неправедным. 307. Посмотри, какое человеколюбие. Владыка, какого благости справедливости его, он не напрасно высказал такое прибавление, так как у многих богачей богатство собрано грабежом и жадностью, то он говорит, это дурно, и не следовало тебе так собирать деньги, но так как ты уже собрал, то отстань от грабежа и жадности и воспользуйся для должного своими деньгами. Не то я говорю, чтобы ты грабе оказывал милостыню, но то, чтобы ты, прекратив жадность, воспользовался богатством для милостыни и человеколюбия. Кто не удержится от грабежа, тот не может совершать и милостыни, но хотя бы он отдавал множество денег в руки нуждающихся, деньги других грабе и жадниче, он будет сочтен богом наравне с человекоубийцами. Поэтому нужно наперед отстать от жадности и тогда подавать милостыню бедным. Велика сила милостыни, о которой мы беседовали с вами и в прежнем собрании и теперь буду беседовать. Впрочем, пусть никто не принимает частого напоминания об этом заукоризну слушателям. И в состязаниях зрители поощряют тех избегущих, которых видят находящимися ближе к награде и имеющих многие надежды на победу. Так и я, видя, что вы всегда с великим усердием принимаете слова о милостыне и сам чаще предлагаю увещание об этом. Бедные врачи наших душ, благодетели и предстатели, потому что ты не столько даешь им, сколько получаешь, даешь серебро, а получаешь царство небесное, облегчаешь бедность и примеряешь себя с владыкою. Видишь ли, что воздаяние неравномерно то на земле, а это на небе, то гибнет, а это остается, то тленное, а это выше всякого тления. Для того отцы наши поставили бедных перед дверями молитвенных домов, чтобы один вид бедных мог даже самым нерадивым и бесчеловечным пробудить воспоминания о милостыне. Когда здесь стоит сон стариков так бенных, набросивших на себя рубища иссохших, загрязненных, с палками, с трудом могущих держаться, часто и слепых, и извеченных всем телом, то кто будет таким каменным, таким адамантовым, чтобы устоять против этой старости, немощи, увечья, бедности, жалкой одежды и вообще всего преклоняющего его к состраданию и остаться неподдающимся на все это. Поэтому они и стоят перед нашими дверями видом своим, сильнее всякого слова, склоняя и призывая входящих к человеколюбию. Как в преддвериях молитвенных домов обыкновенно устрояются умывальницы, чтобы идущие молиться Богу сначала омыли руки и тогда простирали их на молитву, так и бедных отцы поставили перед дверями, подобно источникам и умывальницам, чтобы мы, как умываем руки водою, так очистив наперед душу человека любием, потом приступали к молитве. Подлинно не так вода по природе своей омывает нечистоты тела, как милостыня силою своею обтирает нечистоту души. Поэтому как ты осмеливаешься войти на молитву с неумытыми руками, хотя и меньше это вина, так не входи никогда на молитвы без милостыни. Притом часто имея и чистые руки мы не простираем их на молитву, не мыв их наперед водою. Такова привычка. Тоже будем делать и с милостынью. Хотя бы мы не сознавали за собой никакого великого греха. Однако будем очищать свою совесть милостынью. Ты на торжеще приобрел себе много дурного. Враг огорчил тебя. Судья принудил тебя сделать что-нибудь ненадлежащее. Извергал часто неуместные слова. Друг склонил тебя сделать что-нибудь греховное, и ты во многом другом провинился, в чем легко провиниться человеку, обращающемуся на торжеще, председавшему в судилищах, участвующему в городских делах, во всем этом ты приходишь просить у Бога прощения и защиты. Брось же серебро в руки бедных и оботри эти нечистоты, чтобы зерновением ты воззвал к тому, кто может отпустить тебе грехи. Если ты поставишь себе в обычай никогда не приступать к этому священному преддверию без милостыни, то волей или неволей никогда не опустишь этого доброго дела. такова привычка. И как всегда, допустим, ты не позволяешь себе молиться с неумытыми руками, потому что однажды навсегда поставил себе это в привычку, так и в отношении к милостыне. Если ты поставишь ее себе законом, то волей или неволей будешь исполнять его ежедневно, побуждаясь привычкой. Молитва есть огонь, особенно когда она высылается трезвенную и бодрствующую душою, но этот огонь нуждается и в елее, чтобы достигнуть до самых небесных сводов. А елей для этого огня есть нечто иное, как милостынь. Подливай же этот елей щедро, чтобы, ободряясь правым делом, ты мог совершать молитвы с большим дерзновением и большим усердием. Как не знающие за собой ничего доброго не могут и молиться с дерзновением, так сделавшие что-нибудь правое и после праведного дела приступающие к молитве, ободряясь воспоминанием о сделанном добре, возносят молитву с большим усердием. Поэтому, дабы наша молитва сделалась сильнее и от того, что наша душа во время молитвы будет ободряться воспоминанием о добрых делах. Будем приходить на молитву с милостынею и тщательно помнить все сказанное, а больше всего другого. Соблюдайте в памяти то мое сравнение, по которому я сказал, что бедные, стоя перед дверями молитвенных домов, выполняют такую же нужду в отношении к душе, какую умывальница в отношении к телу. Если мы будем всегда помнить это, очищая таким образом постоянно свой ум, то будем в состоянии возносить чистые молитвы, приобрет великое дерзновение перед Богом и достигнуть Царства Небесного. Благодати человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.